Здравствуйте! В эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Зульфира Геляхова и в начале коротко о главном. МЧС и электрики все очень быстро среагировали, ночью сразу с 8-9-го, сразу же начали освобождать дорогу. В Терском районе работает комиссия по оценке ущерба нанесенного стихией. Специалисты проводят подворовый обход. Строительство Зарагишской ГЭС на завершающей стадии. В ближайшее время начнется монтаж гидросиловых агрегатов. Праздник церковного единства. Владыка Феофилакт провел богослужение в Свято-Троицком женском монастыре. Транспортное сообщение между селами Октябрьская и Шардакова восстановлено. Сегодня специалисты Управления дорожного хозяйства республики завершили монтаж временного моста грузоподъемностью 10 тонн. Напомню, в минувшие выходные конструкцию разрушил паводок, вызванный обильными осадками. В результате ливневых дождей и сильного града в Зольском районе пострадали десятки жилых домов, коммуникационные сети. На место ЧП незамедлительно выехали экстренные службы. В ликвидации последствий задействовали около 280 человек и 62 единицы спецтехники. Восстановить поврежденную часть газопровода удалось в короткие сроки. Добавлю, что свою работу завершили межведомственные рабочие группы по оценке нанесенного ущерба. В населенных пунктах Кабардино-Балкарии подсчитывают ущерб нанесенной стихии. Напомню, в минувшую субботу несколько районов республики пострадали от ливней, града и паводков. В терских селах Белоглинка и Плановская побывала съемочная группа вестей. Слово нашему спецкору Нуржанку Бадиевой. Строящийся дом, кровлю которого унесло на километры, навесы без крыш, машина без лобового стекла. Ливень и град, длившийся всего 20 минут, оставила себе неизгладимый след. У Сабановых из Плановского теперь практически нет деревьев и посадок в огороде. Жилище требует ремонта. Мне 59 лет, я не помню. Такого урагана не помню. Старшие тоже не помнят. Старшие меня тоже. ЧАЭС произошла в ночь субботы на воскресенье. Без газа остались больше 3,5 тысяч жителей Плановского. Несколько десятков домов серьезно пострадали. А крышу местного дома культуры сорвало в нескольких местах. Нужно восстанавливать линии электропередачи. Эта дорога, связывающая села Терского района и столицу республики, была полностью перекрыта. Трассу засыпало деревьями, поваленными шквалистым ветром. И МЧС, и электрики все очень быстро среагировали. Ночью, сразу с 8, с полдевятого, сразу же начали освобождать дорогу. С 6 утра уже и газовики все начали работать. Они даже ночью приехали, перекрыли все газы эти. Утром начали сразу и в течение дня полностью подачу газа они восстановили. В соседней Белоглинке дома селян пострадали меньше, а вот приусадебным участкам и теплицам нанесен серьезный урон. Семья Коншоковых потеряла весь урожай помидоров и огурцов в парниках и арбузов на арендуемых полях. Усилия нескольких месяцев пошли на смарку. Неожиданно дождь, ливень, град и все. У нас в основном ничего не осталось. В Терском районе создана комиссия, которая оценит ущерб, нанесенный стихией. Специалисты администрации муниципалитета проведут подворовый обход. Тогда и станет ясно, кому и какая помощь необходима в первую очередь. В зависимости от того, насколько пострадали посевы, район тоже собирается оказывать помощь в плане снижения арендной платы за землю техозназначения. Это тоже своего рода очень большая будет помощь со стороны района. В общей сложности в Терском районе уничтожено больше 500 гектаров сельхозкультур. Это кукуруза, подсолнечник, бахчевые и овощи. Селяне надеются, что урожающее удастся восстановить. Хотя бы частично. Градовая угроза весенне-летний период на территории республики не редкость. Связано это с особенностями климата и горного рельефа, говорят специалисты. Как снизить риски с помощью современных технологий? Сюжет нашего спецкора Натальи Булат. Ведущий поток юго-западный 24 километра в час. Скорость вертикальных потопов 19 метров в секунду. Командно-диспетчерский пункт Псенаба каждый час здесь анализируют данные об изменениях в погоде. Антенны локаторов надежно спрятаны под шарами и ловят минимальные частички осадков. Именно в этом пункте принимаются решения о воздействии на градоопасные облака. Вот эта область у нас для воздействия. То, что черное, это уже в облаке находится град 2-3 сантиметра. В отдельных случаях град может созреть, как говорят специалисты, за 10 минут. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, необходимо тут же применить пусковые установки ТКБ-40 или Элия-2. Таких огневых пунктов воздействия в республике 27, установленные нестационарно, стреляют любыми типами противоградовых ракет. А лазань-6 чебоксарского производства ракета содержит в себе кристаллизующий реагент йодистое серебро. Это вещество увеличивает количество льдообразующих частиц. И водяной пар, который имеется в градовом облаке, распределяется на более кратно большое количество зародышей, в результате чего уменьшается его размер. Заудин Кунижев – аграрий со стажем. Участок предпринимателя находится рядом с селом Зарагиш. Более 10 лет он выращивает здесь кукурузу, пробовал высаживать различные овощи. В этом году остановился на картофеле. О последствиях града Кунижев знает по собственному опыту. Град побил меня три года на этом месте. Что вкладывал, даже я не мог собрать. Погорел я. Провести обстрел облаков – едва ли не единственный способ защититься от града. Лицензия на эти мероприятия есть только у Северокавказской военизированной службы. Ракеты закупают сами регионы. Примерно рубль, вложенный в противоградовую защиту государства, окупается сельхозпродукцией в сумме 10 рублей. В этом году республиканский бюджет на закупку ракет выделил 7 миллионов рублей. Еще на 4 миллиона контракты заключили сами сельхозпроизводители. Максимальный ущерб, по словам экспертов, чаще всего стихия наносит в августе. Как раз в тот момент, когда урожай созрел или уже готов к сбору. Наталья Булат, Адмир Сабачиев, Вести, Кабардино-Балкария. К другим темам. Сегодня депутат Госдумы Юрий Васильев провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Нальчике. С российским парламентарием пообщались 6 граждан. Нальчанка Арина Тлихугова от имени жильцов четырех многоквартирных домов на проспекте Шагенцукова обратилась с просьбой оказать содействие по вопросу об устройстве детской площадки. Пришла она не одна, а с группой поддержки. Асиат Кишева из Нордкалы просила посодействовать в переводе ее на работу по месту жительства, так как нужно ухаживать за больной родственницей. Остальные обращения традиционно были связаны с жилищно-коммунальной сферой. Строительство Зарагижской гидроэлектростанции вышло на завершающую стадию. Вся инфраструктура почти создана. Осталось достроить основное здание, где будут установлены гидротурбины. Полностью подготовлены котлованы напорного бассейна и деривационного канала лотка протяженностью более трех километров. Практически завершена отсыпка ограждающих и защитных дам. Кипит работа на отводящем канале. Идет монтаж конструкции верхнего строения водоприемника. Но основное внимание сейчас сконцентрировано на станционном узле, где укладывают монолитный бетон для возведения здания ГЭС. На этом объекте занято более ста специалистов, работающих в две смены. Монтаж трех гидросиловых агрегатов планируется начать в июле. Турбины уже поступили на строительную площадку. Мы уже начали монтаж, уже спиральных камер смонтировали. Идет и сейчас армирование, амоноличивание бетоном. Если вы видите, уже колонны верхнего строения начали монтировать. Поэтому стройка идет вовсю. Я думаю, график, который нам установлен, мы будем работать и доведем до того, до пункта станции. Мощность малой ГЭС составит 28,6 мегаватта. Это станция деривационного типа без плотина масштабных водохранилищ, которая будет использовать воду, отработавшую на Аушигерской ГЭС. Поэтому нет опасности затопления пастбищ, говорят энергетики. Строители обещают также привести в порядок сельские дороги, ведущие гидроэлектростанции. Объект намечено ввести в строй до конца 2015-го. Таким образом, подойдет к логическому завершению проект возведения каскада станций в нижнем течении реки Чирек. Ввод в эксплуатацию Зарагишская ГЭС позволит довести годовую выработку республиканских гидроэлектростанций до 700 миллионов киловатт-часов. Это почти половина энергии, которую потребляет Кабардино-Балкария. Сегодня в Кабардино-Балкарию прибыл архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт. Он принял участие в торжествах, посвященных одному из главных церковных праздников – Дню Святой Троицы. По этому случаю владыка служил божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре, расположенном в Зольском районе. В обитель на престольный праздник приехали также верующие из Нальчика и Майского района республики, паломники из Тавропольского края и Северной Осетии. А в чем же суть этого праздника? В единстве прежде всего. И это единство является сегодня основой для общей нашей молитвы. По традиции на Троицу принято по-особому украшать храмы. Полы церквей устилают свежескошенной травой, а иконы обрамляют березовыми ветвями. После богослужения состоялся крестный ход, а затем архиепископ Феофилакт пообщался с паломниками, ответил на их вопросы. Сегодня в Нальчике открыли мемориальную доску в честь заслуженного артиста России Зейтуна Ахматова. Выпускник Щепкинского училища, он более 50 лет проработал в Балкарском госдрамтеатре. В его послужном списке более 50 разноплановых ролей в спектаклях и кинофильмах. Сегодня память актера почтили у дома, где он жил. В митинге участвовали представители Министерства культуры, родственники, друзья и коллеги Ахматова. Сильный человек был, талантливый, добрый души человек. Работая актером, по-моему, самую наиголовнейшую роль не сыграл. Он был эталоном во всех отношениях. Отношения культуры, внутренней культуры, на сцене, в жизни. Мы его вообще считали, называли шуткой, как лорд. Такой статный, такой красивый, внутренний, внешний. В 90-е годы Зейтун Ахматов возглавлял союз театральных деятелей Кабардино-Балкарии. До конца своих дней он работал на сцене родного театра. Актера не стало в 2002-м. Сегодня в Нальчике стартовал седьмой открытый чемпионат Кабардино-Балкарии по художественной гимнастике «Сказки гор». Соревнования приурочили к 90-летию со дня образования общества «Динамо». В этом году чемпионат получился особенно массовым, отмечают организаторы. Владикавказ, Волгоград, Волгодонск, Кропоткин. Приехали около 300 гимнасток. В состязаниях участвует 26 команд. Уровень у нас с каждым годом повышается в нашей республике. Появляются новые тренеры, которые очень успешно работают с детьми. Уровень очень хороший. И наших детей, и приезжие команды показывают высокий уровень. Соревнуются друг с другом, учатся друг у друга. Соревнования получаются очень достойные. Кабардино-Балкарию представляют воспитанники Республиканского дворца творчества детей и молодежи. ДК профсоюзов и Терской школы. Итоги соревнований подведут завтра. На этом наш выпуск завершен. Далее прогноз погоды. Его представит Зухраб Шихачева. Ну а после смотрите Федеральные вести. Здравствуйте. Метеовести от ФОБОС. Количество облаков в некоторых районах республики увеличится. Пройдут незначительные дожди. Но температура останется довольно высокой. В Зольском плюс 24. Западный ветер обещает небольшие осадки. У подножия Альбруса днем около 14. Тепла ночью ясно и прохладно плюс 5. В течение суток возможны грозовые дожди. В Тернаузе около 20 градусов. И здесь пройдут осадки. На большей части Баксаны, Чигема и Нарскалы температура достигнет 28 градусов. В вечернее время может собраться дождик. Столь же активно будет прогреваться воздух в Прохладницком, Майском, Терском и Лескенском районах. 27-29 тепла. Правда, давление здесь немного понизится. Относительно комфортно. В Кашхатау плюс 20-25. Не исключены осадки. В столице Кабардино-Балкарии завтра до 26 градусов. После полудня пройдут небольшие дожди. Такой прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго.